Я вам говорю, что они погашены. А у вас, я вам говорю, сейчас привезу. Обещание показать квитанции о погашенном долге судебные приставы слышат каждый день и не по разу. Как правило, все они остаются только на словах. Этот случай скорее исключение. Спустя короткое время должник документы все же предъявил. А вот их подлинность вызвала большие сомнения у приставов. Платежки где у вас? Ноль. Ну, нам вот не давали вот эту платежку. От этого нужна печать, потому что что это за документ, я не понимаю. Вы знаете, полтора года прошло, я не помню просто действий, которые мы производили. Мне кажется, что, ну, возможно, где-то и наша вина в том плане, что мы не поставили. Я не помню, как это происходило. Возможно, мы все делали, но просто это не учтено где-то. Пока идет разбирательство, оставленная иномарка будет находиться под арестом. А это уже другой случай. В поле зрения камер попал автомобиль, за рулем которого оказался должник не менее крупной суммы. Водитель, управляющий автотранспортным средством, который был остановлен в стройнике ГИБДД, имеет задолженность приблизительно около двух миллионов рублей. С его слов он уплачивает, удерживается у него заработной платы, фиксированная сумма, но документов, подтверждающих их, он не предоставляет. Эта дорогая иномарка, так же, как и большая часть задержанных сегодня машин в ходе спецоперации «Автоураган» будет храниться в течение 10 дней на спецстоянке. Это время дается должникам на то, чтобы погасить задолженность. В противном случае транспорт будет выставлен на торги. Совместные рейды ГИБДД и судебные приставы собираются продолжить. Софья Цыгвинцева, Юрий Дроздов, телеканал «Майя Удмуртия». Субтитры создавал DimaTorzok